Водяные машины Водяные пушки перед соревнованиями полигон обеспыливают, сбросив тонны воды с борта военного Ил-76. В плюс 30 окажется, что сейчас все 35 под палящим солнцем на военном полигоне Алабина. Этому танку можно только позавидовать. Боевая машина прямо сейчас преодолевает водную преграду. Эффектно скатывается вброд вот так. 48 тонн веса. Преодолев водную преграду, поразив там все боевые мишени, сделав штрафные круги, сборная Кегизи продвигается дальше, поднимается на курган. Не менее эффектно выглядит и подъем техники из-под всей толщины водного препятствия. Машина словно выпрыгивает со дна и тут же рвется по песку к новой цели. Красивое зрелище, конечно, сборная России уже заходит на второй круг. А синий танк. На синем танке выступает в этом году сборная Китая. В такой вот раскраске вот уже боевая машина КНР преодолела также водную преграду. Идет ровно по полосе и продвигается к кургану. Болельщиков у российского экипажа хоть отбавляй, потому для других команд вдвойне ценна поддержка тех, кто смог добраться сюда за десятки километров от Москвы. Группу зрителей с ярко-красным китайским флагом трудно было не заметить. Молодые люди рассказывают, учились в Москве много лет, остались и работают в российском офисе китайской компании. Не смогли не поддержать соотечественников военных из КНР. Почему приехали сюда на танковый биатлон, флаг вижу, приехали поддерживать свою команду? Нам интересно, потому что это все так прекрасно. Соревнования для развития армии. Нам бы нравилось. Что ваши друзья говорят? Круто очень. Первый раз видел танк. Очень круто. И раньше мечтал ездить на танк. Человеку гражданскому в правилах танкового биатлона разобраться не всегда просто. До 21 августа здесь, на полигоне в Подмосковье, проходят индивидуальные гонки. 61 экипаж из 21 страны поделены почти поровну на две группы, два дивизиона. Задача каждого экипажа в ходе заезда поразить три типа целей из 125-миллиметровой пушки. Цели находятся на разной дальности. Километр 600, километр 700 и километр 800 метров. Кроме точек для нанесения ударов, на полосе, конечно же, есть и препятствия. Брод глубиной около 3-4 метров и курган примерно такой же высоты. По всей трассе также масса плашков, маяков, трофные круги. И за всем пристально следят судьи. К 21 августа экипажи по лучшему результативному времени встанут в своего рода турнирный рейтинг, из которого и выберут в итоге победителей и призеров. Лучшие из лучших экипажей ждут не только медали, но и призы для подразделений автомобильная и мототехника. Дмитрий Маслак, Кирилл Волков, Егор Кузнецов. CGTN. Международные армейские игры. Московская область. Субтитры создавал DimaTorzok